Ютербургский полигон. 7 ноября 2023 года. Один из небольших объектов. Вот с кадр. Посмотрим. Да, 7 ноября. Погода позволяет. Мы в лесу, на полигоне в 11 часов, начало в 12 часов. Ветри настало. Утром было, не было ветра. Быстро портится погода. Да, в окрестностях довольно много грибов, но уже не отходит, конечно. Вот, например, тут где-то тут мелькают. В основном подберезовики здесь, подберезовики, другие треночки. Вот, например, тут еще в комплексе. Это, по-моему, волнушка. Вот это подберезовик. Вот еще тут какая-то поганочка. Да, вот хороший грибок. 7 ноября. Да, я говорил, в окрестностях. Вот еще, например, они отходят. Вот они уже переростки. Это подберезовики. Уже увидали и грибы, и этот объект. Подходим к этому объекту. Изначально подобные объекты, да, их довольно много здесь на полигоне, именно таких небольших, служили для наблюдения, для корректировки огня, для наблюдения. Ученые занимались. Но в наше время служили мишенями. Ну, видимо, не на постоянной основе. Иначе ничего бы от них не осталось. От этих объектов. А время от времени по ним стреляли, по этим объектам. Опять-таки, думаю, это болванками. Поскольку штатными снарядами здесь не пользовались на Петербокском полигоне. Это со слов участников группы. Вот и слагерь. Три амбразуры здесь. Тут круглое отверстие. Это, видимо, дымоход был. Труба дымохода. Вот лисички попались. Вот вижу лисички. Уже переростки. Вот. Ну, хорошая лисичка. Опять-таки, 7 ноября. И ни одна. Это уже, конечно, некондиционно надо. Продолжаем на этом объекте. Внимание, заострять. Вот видно, как еще вон основа какая. арматура без сварки. Ну, металл это кругляк. Катанка может быть. Ну, сколько? 1,5, наверное. 15 миллиметров. Крыша поросла. Ухом. Ухом. Поднялись. Все равно этот объект и возвышенности. Да все подобные объекты так сделаны, что на пригорках. Конечно, многие бывали тут. Кто-то вспомнит. Но кто не вспомнит, вот увидит. Тут вход был. Он и сейчас есть вход. Он был с двух сторон. Без каменной накладки. Вот оно как сделано. Это масленок. Перерос так масленок. Где он вырос. И вот ход сюда. Налево. Вот амбразуры, которые мы видели снаружи. Вон круглое отверстие в стене. Дымоход. Текстов нет никаких. Никаких. Никаких ни дембель, ни. Это может и были какие-то тексты. Но время. Дверной проем разрушен. Здесь труба была. Замоход. Ну вот такой обзор. Замоход. 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 Текстовая. Вот так. Вышли. Вот еще ископано. В каждом видео. Говорю, что на любом объекте, где бы мы ни были, везде Вот здесь с тыльной стороны объекта еще более-менее, без капониров. А влево-вправо капонир на капонире. Вот здесь мы заходили с вами. А вот, например, капонир. Вон видны холмики, капонир и не один. И вон все эти неровности, это там капонир. Исходную завершаем. Дату я сказал, время тоже сказал. Градусов 10 температура, тепло конечно тепло. Погода позволяет, ну сделали видео с этим объектом. Вот березовики. Нам они конечно не нужны. Ну хорошие грибы пропадают. Тут подошелевики, молодые, крупные. Транспортное средство. Опять тут подошелевики, под березовики. Я уже говорил, это все, они уже переросли. Было конечно. Надо было вовремя приходить. Вот сколько их тут. Дальше видно. Да, мы уже и лисичек видали. Лисички. Да, на исходную и завершаем. Всем всего доброго. До свидания. Петербургский полигон 7 ноября. Поздравляю участников групп, с кем мы сотрудничаем. Подписчиков канала. С днем Великой Октябрьской социализированной революции. Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия. Я вот забыл знаменательные даты. Все мы ее помним. До свидания.